у нас сегодня будет такая лекция по начальной топологии как кватернионы ну и в скобках и вращение пространства так ну так давайте начнем с социологического опроса поднимите руку кто слышал слова кватернион отлично теперь поднимите руку те кто знает что такое кватернион даже две на руки так хорошо отлично так ну и надеюсь что сейчас все поднимут но все-таки если кто-то не поднимет честно не поднимайте кто знает что такое комплексное число все отлично все хорошо значит я хочу напомнить что комплексное число имеет как бы это сказать ну несколько ипостасей вот у него есть алгебраическая ипостась что мы вооружаемся вооружаемся таким как бы ну таким объектом которая в квадрате дает минус единицу чего не может быть среди обычных чисел а ну и там по определенным правилам мы их начинаем умножать исходя именно из этого закона что и в квадрате равно минус 1 пишем формулу умножения оказывается что можно и делить тоже всегда кроме случая когда написано число 0 0 плюс 0 и ну и в общем что по арифметическим свойствам комплексные числа все те же аксиомы которые аксиомы арифметических действий которые верны для действительных чисел или там для дробей например выполняются и для комплекса вот но есть еще геометрическая такая геометрическая постась а именно что такое домножение на и вот как его можно увидеть если представлять себе комплексные числа как точки плоскости что конечно все знают да что вот вот давайте я возьму вот эту вот плоскость и одновременно все ее числа умножу на и что с ней произойдет поворот вот сюда на 90 градусов и вообще и вообще если я умножаю на число комплексное по модулю равное единице все точки плоскости то получается получается поворот на тот самый угол который является аргументом этого комплекса числа сверили часы да все все так все понятно все верно но если я домножаю на число комплексное которое имеет какую-то произвольную длину то этот поворот сопровождается еще чем растяжением да то есть это называется поворотная гомотетия когда вы как берете руль вы его поворачиваете одновременно еще и вы как пластилиновый такой или резиновый руль до растягивать или наоборот сжимаете вот это вот геометрическая картина комплекса чесил и что мы можем сказать что мы как бы все через число задали повороты повороты окружности ну можно сказать посадки но можно ограничиться какой-то одной окружностью концентрить ну из концентрического семейства вот с центром в 0 и каждую окружность соответственно вот так вот комплексные числа длины 1 вертят ну самая простое от ограничивается вот такой вот единичной окружность тригонометрической. И у меня есть, значит, поворот. Каждый поворот rφ ему соответствует взаимно однозначно комплексное число cos φ плюс i на sin φ, правильно? То есть при домножении на это число получается такой поворот. Дальше, если у меня есть два поворота на углы φ и ψ, и им соответствуют, значит, эти самые числа e в степени и φ и e в степени и ψ, да, то тогда композиция поворотов чему будет соответствовать? Произведению двух комплектов чисел. Оно же сумма углов. e в степени и φ умножить на e в степени и ψ, то бишь e в степени и на φ плюс ξ. Вот. Ну и получается то, что называется группа, группа поворотов плоскости или окружности. Ну и она же, можно просто сказать, что это группа, это просто сама окружность. Мы рассматриваем точки окружности и композицией двух точек является точка, которая дается суммой двух углов. Композиция очевидным образом тут в данном случае, она даже коммутативна, но очевидным образом она ассоциативна, потому что это преобразование для любых преобразований, вообще любых отображений. Если вот получается корректно это определить, если одно из а в b идет множество из b в c, из c в d, и мы их вот так берем одно за другим, то неважно, как расставить скобки. Порядок может быть важен, а вот порядок следования отображению иногда просто даже нельзя сделать. Если одно из а в b, другое из b в c, а третий из c в а, то их вообще нельзя поменять местами. Непонятно, что будет. Как применить, да? Применить можно отображение одно к другому, если у того, которое второе делается, область определения совпадает с областью значений того, кто первое, да? Вот. Но в случае, когда я написал три подряд, здесь неважно, как ставить скобки. То есть вначале вот эти два произвести, а потом вслед за ними g, или вначале k, а потом вслед за ними вот эти вот два спаянные в одно. И мы вообще справа налево всегда делаем. Это сейчас мы пока до перехода к ватернионам. Я так, то, что мы все знаем, я хочу сказать, чтобы мы сверили понимание. Почему справа налево? Потому что удобно применять к точкам. g на h от какой-то точки а, это как раз g от h от а. Вот и получается, что в том же порядке буквы идут. И это в случае, если я справа налево это делаю. Поэтому обычно справа налево их применяют. Вот. Теперь, знаешь, когда я говорю, что что-то является группой, что я имею в виду вообще? Что значит, что что-то является группой? Что-то образует группу, какое-то множество образует группу. Это означает, что есть... Давайте, может быть, такой... Поднимите руку, кто знает, что такое группа. g. Вместе с операцией некоторой... Сейчас я объясню, что такое операция. Это группа... Если задано... Я это так назову простыми словами таблица умножения или композиции. Таблица композиции... Ну, бывает таблица умножения, да? Там дети учат таблицу умножения цифру на цифру. А здесь должна быть таблица композиции. Любой элемент группы на любой другой. То есть, вот, какие бы два ни были, мы можем их смотреть. Что будет, когда один применит вслед за другим. Ну, и справа налево можно тоже применять, чтобы... Для удобства. Вот. Ну, а можно и слева направо. Здесь, в принципе, не очень важно. Для абстрактной группы, скорее, слева направо применяют. Отображение применяют справа налево. Значит, тут будет g на h. Там где-то на пересечении h и g будет стоять, возможно, другой элемент h на g. Но они оба должны быть здесь, из того же самого множества. То есть, это как бы... Это именно таблица композиции. Заметьте, что таблица умножения не такая. То есть, 6 и 2, например, это уже 12. Это уже не цифра. То есть, цифры на цифры, но получается числа. Но если, например, брать последнюю цифру каждый раз, то, соответственно, будет какая-то там таблица композиции. Значит, теперь требования к этой таблице. Во-первых, g на h на k всегда должно быть равно g на h на k. То есть, если я нашел элемент вот в этом пересечении, потом взял и его здесь выискал и нашел элемент k, то результат, который получается, должен быть тем же, как если я взял h, нашел и k, вычислил здесь элемент h на k, потом g здесь нашел, h на k здесь нашел и посмотрел, что здесь стоит. Должно быть одно и то же. Всегда. При любых g, h и k. Это требование ассоциативности всегда накладывается в группе. Это еще не все, что требуется. Еще нужно, чтобы был некий нейтральный элемент e, который устроен так. Он никак не меняет того, что с ним делают. То есть, e на h равно h всегда. Он не меняет. При его применении ничего не меняется. Вот здесь стоит g, здесь стоит h. То есть, первая вот эта вот строка дублируется вот здесь и первый столбец дублируется вот здесь. То есть, если я e поставлю сюда. То есть, существует такой e, что h на e равно e на h равно h всегда. Сразу скажу, требования немножко избыточные. Некоторые из них можно вывести из других аксиоматически. Но так, по мне, так проще запоминать. И последнее требование стоит в том, что для любого g, sg, существует нейтрализатор. Что такое нейтрализатор? Значит, если его применить композиционно к g и в любом при этом порядке, в любом, несмотря на то, что g на h не всегда должно быть равно h на g для произвольной группы. Но нейтрализатор, он с обоих сторон будет убивать g, то есть, превращать в e. Вот это вот такая, как бы, эта вот абстракция очень многих объектов математики, да? Например, обычных чисел относительно сложения. Что такое e? Ноль. Если относительно сложения, нужно искать элемент, который с помощью сложения ничего не меняет. С помощью сложения не меняет ничего ноль. Так. Но обратное это противоположное тогда, да? То есть, если я беру 3, то минус 3 его убивает. И так далее. Так. Другой пример. Все ненулевые числа, но теперь операция уже умножения. Единица. E будет единицей. А обратный, это уже прямо обратный. 3 соответствует одной трети. Ну и мы выкинули ноль, потому что мы не сможем добиться, мы не сможем добиться того, чтобы у ноль был обратный, ни в какой системе чисел, где мы требуем дистрибутивности. Вот если у меня есть плюс умножить, и если а на b плюс с равно а b плюс а с, дальше довольно просто вывести, что попытка превратить это, превратить как бы вот ситуацию, чтобы и относительно плюса была группа, и относительно умножить тоже была группа, приводит к тому, что ноль надо выкидывать. Вот выкинем ноль, и все будет хорошо. Тогда будет группа. Ну и то, что я сейчас сказал, вот когда есть две операции плюс и умножить, есть между ними дистрибутивность, плюс удовлетворяет аксиомам группы, и умножить удовлетворяет аксиомам группы за выкидыванием нуля, эта ситуация называется полем. Словом поле. Значит, числа образуют поле. Ну вот, вещественные числа образуют поле, рациональные образуют поле, остатки отделения на простое число образуют поле. Комплексные числа образуют поле. А вот эти образуют или нет, забегая вперед? Ответ. Почти, но все-таки нет. Почти, но нет. Что не будет выполняться? Значит, сейчас скажу, что не будет выполняться. Про поле еще требуется, чтобы поле относительно сложения было коммутативной группой, и поле относительно умножения тоже коммутативной, если выкинуть ноль. Так вот, в случае с квадронионами, относительно умножения это будет группа, но уже не коммутативная. h со звездой, то есть квадронионы без нуля. Давайте я открою секрет, что это будет называться буковкой h. Будут образовать некоммутативную группу. А в остальном все так же будет, как и раньше. Дистрибутивность будет, группа относительно сложения будет. Но, подождите, я пока их как бы еще не ввел. Мы еще пока их не знаем. Мы пока знаем комплексные числа. Мы, значит, чуть-чуть про алговору поговорили. Ну и вот, группа поворотов, называется это словом изоморфно, группе, подгруппе, маленькой группе, небольшой группе внутри комплексных чисел по умножению. Группе всех единичных комплексных чисел, единичной длины. Что значит слово изоморфно? Это значит ровно вот это. Что если я взял два поворота и задал их вот этими чиселками комплексными, то композиция поворотов, поворот на угол φ плюс ψ, задается композицией, умножением. В данном случае, да, раз здесь относительно умножения. Ну и в частности, из этого, кстати, из этого следует, да, что так как повороты друг на друга это сумма углов, из этого следует, что косинус φ плюс ψ, да, плюс и синус φ плюс ψ должен быть равен произведению вот этих двух, то есть косинус φ плюс и синус φ на косинус ψ плюс и синус φ, плюс и синус φ, из чего сразу можно вывести основное трагометрическое тождество, да, про косинус суммы и синус суммы. Ну, про это отдельно можно долго рассказывать. Сейчас не буду, сейчас не буду, потому что я сейчас, вот зафиксировав, что у меня есть координатная запись поворотов, координатная запись, то есть у меня есть множество всех поворотов окружности, вот вращение окружности, мы координатным образом задаем комплексными числами длины 1. И верно вот это вот важнейшее соотношение, что композиция поворотов переходит в произведение комплекса чисел. И ставим такую же задачу про вращение сферой, которых уже, ну их значительно больше, правда, я могу провести большое количество осей, и вокруг каждой из них я могу ее вращать. Ну и даже на самом деле есть такая теорема Эйлера, доказывать не буду, но сформулирую. Теорема Эйлера. Тут будет страшное слово одно, но может быть оно вам встречалось уже. Любое собственное движение двумерной сферы является поворотом вокруг какой-то оси на какой-то угол. Значит, здесь нужно, наверное, пояснить, ну что такое движение, может быть, пояснять и не надо, да? Движением называется преобразование, которое не меняет расстояние между точками. То есть я каждой точке сферы сопоставляю тоже точку той же самой сферы. И если расстояние я измерил, например, через угол между ними, такой вот угол, на сфере легко измерять расстояние с помощью угла из центра. 5 градусов расстояние, да? Какое расстояние там между Москвой, например, и Магаданом упомянутым? Ну мы говорим сколько-то километров, но удобнее говорить сколько градусов просто, да? То есть взяли из центра Земли и направили лучше в Москву, направили лучше в Магадан. Сколько там будет градусов на скидку? Наверное, 30, может, чуть меньше даже. Не очень много на самом деле. Они оба сильно приплюснуты к Северному полюсу, поэтому в реальности расстояние не такое большое, как могло бы показаться. Вроде как это далеко-далеко-далеко. На самом деле не так, что прямо очень-очень далеко. Вот. Ну, может, 30 и будет. Вот. И движение – это, значит, такое отображение сферы в себя, которое сохраняет расстояние. Что такое отражение? Это выворачивание наизнанку. Вот у меня есть футбольный мяч, он сверху красный, внутри зеленый. Да? Я взял и, как это, насильственно, как во сне. Представьте, во сне. Я его вот так провел сквозь себя же. Вот так. Его вверх, вот так вот вверх, вниз-вниз. Ну, понятно, что при этом как раз зеленое оказалось сверху, а красное внизу. Ну, понятно, что это сделать невозможно, как бы оставаясь в рамках резиного футбольного мяча. Но если представить себе вот это вот действие, такое как бы бесконечно эластичное, проходит сквозь себя сам, тогда он от этого вывернется наизнанку. Но вот собственное преобразование – это то, которое не выворачивает наизнанку, грубо говоря. И вот тогда остаются именно те преобразования, которые могут быть, почему собственные? Потому что могут быть выполнены без покидания нашего трехмерного пространства. Могут быть выполнены прямо вот, ну, грубо говоря, на сфере сделаны вот эти преобразования. Ну, и вот оказывается, что вот такая теорема верна. Не буду доказывать, она такая довольно стандартная для курсов геометрии. Любое, любое собственное движение сферы является вращением, является поворотом вокруг какой-то оси на какой-то угол. Ну, и в частности, из этого, смотрите, что следует. Из этого следует не вполне очевидный момент. Давайте я возьму сферу. Представляете, все время себе там футбольный мяч или глобус, не знаю, глобус, да? И я повернул ее относительно какой-то оси. Ну, ось, естественно, должны проходить через центр, иначе при повороте вообще она как бы покинет свое местоположение. Нам нужно, чтобы она как единое целое сохранилась. Вот я совершил поворот, например, на 20 градусов, да? А потом, значит, я... Что-то у меня совсем все криво. Все-таки надо минимальную правдоподобность сохранить, да, происходящего. Но так лучше. Так. Потом какая-то другая ось идет под каким-то углом к этой. И в другую сторону, например, на 40 градусов я повернул. То есть я взял футбольный мяч. Я взял одну ось, провернул на 20 градусов. Потом взял другую ось, провернул на 40. Оказывается, что эти два действия можно было делать в одно действие. А именно выбрать какую-то третью ось и провернуть на какой-то угол. То есть из теоремы Эйлера это следует. Потому что очевидно, что каждый поворот сферы является движением, причем собственным. Значит, композиция тоже движения и тоже собственная. А теоремы Эйлера должно быть вращением. То есть из этого следует, что если я выполнил r φ относительно какой-то оси L, а потом r к си относительно оси M, лучше, конечно, наоборот, φ сверху. Ладно. То это r на какой-то угол. Т это относительно какой-то си K. Вот где-то это t, где-то это t и где-то это k. Вот где-то оно, где-то это t. Это как-то t и k являются функциями вот этих четырех параметров. Да, две функции вот этих трех параметров. Но сегодня мы будем говорить о том, что это за функции. И как их записать в координатах. То есть, иными словами, кватернионы — это метод записать в координатах вращения сферы. И с сохранением вот этого свойства... Там будет один подвох, но про него прямо сейчас я не скажу. Значит, с сохранением свойства, что композиция поворотов вот здесь соответствовала произведению комплексных чисел. А здесь композиция поворотов тоже будет соответствовать произведению кватернионов. Но внимание! Внимание! В отличие от ситуации с окружностью, композиция поворотов не перестановочна. То есть, зависит от порядка. Если я в начале от этой оси, потом от этой, то совсем не то будет, что в начале тут, а потом там. Кроме как бы целого ряда случаев исключительных совершенно, когда это будет все-таки то же самое. Но отдельная, кстати, задачка — описать все такие случаи. Это довольно интересная, не вполне тривиальная задача. Давайте на дом, вот желающим, да? Желающим просто задача на дом. Описать все варианты, все, все варианты вращений сферы, которые коммутируют. Рфи-Л на Ркси-М равно Ркси-М после Рфи-Л. Вот. Некоторые вы сразу догадаетесь, но не все. Если вы не знали этого, то до некоторых вы сразу не догадаетесь. Там есть такие совершенно невероятные моменты. Ну, давайте. Какой вот тривиальный случай такого равенства? Чтобы перестановочны были повороты. Ну, если один из них ничего не поворачивать, а ставить на них. Конечно, да. Это совсем тривиальный. Теперь чуть-чуть... Ну, кстати, вот этот тривиальный, он входит в следующий чуть менее тривиальный. В качестве... А? Полный оборот? Ну, полный оборот — это просто то же самое. Это... Это как раз очень нетривиальный случай. Ну, да, но придется мне, видимо, выдать ответ, раз он уже тут сказан. Ну, тривиальный случай, когда две оси совпадают. Если одна и та же ось, то сумма углов и все в обоих случаях. Ну, и, конечно, там, когда один из них тождественный, то это тоже под множество. Что если тождественный, то неважно относительно какой оси он тождественный, да? Вот. Но вот есть еще один действительно вот тут. Ну, намек уже был. Но не всегда относительно перпендикулярных осей будет коммутировать. Не всегда, только иногда. Ну, ладно. Вот тогда домашнее задание, значит, это все-таки давайте, опишите. Вот намек был дан. Так. Итак. Из того, что в большинстве случаев композиция поворотов сферы относительно разных осей на разные углы является не перестановочной операцией, не коммутативной, уже следует, что те числа, которые мы строим, будут тоже не коммутативные по умножению. Потому что мы хотим сохранить вот это требование, да? Повороты один, поворот другой равно произведению. Ну, переставили, и получается произведение в другом порядке. И оно должно быть не тем, что и раньше в большинстве случаев. То есть мы строим какие-то новые странные числа. Такие, что они не коммутативны по умножению. И такие, что каким-то образом они соответствуют поворотам. Что еще мы требуем? Еще мы требуем, чтобы близким числам соответствовали близкие повороты. Как и здесь, да? Двум близким комплексным числам соответствуют повороты, которые почти одинаково выполняются. То есть они, окружность, если мы на близкие углы ее поворачиваем, то результат будет почти одинаковый. Тут пункт А переехал в А штрих, тут пункт А переехал в А два штрих. А штрих и А два штрих очень близки друг к другу. Так же здесь должно быть, что если в какой-то координатной записи наши экваторнеоны были близки по всем координатам. Ну, так как бы понятно, что комплексные числа мы строили как плоскость двумерную над вещественными. Ну, ясно, что мы где-то там будем искать в таком же духе квадратнеоны. Все равно это будут какие-то там вектора, да? Какие-то многомерные вектора. Так вот, значит, вектора задаются числами, их координатами. И если набор координат мало изменился, то и поворот, который задает соответствующий квадратнеон, должен мало измениться к одного квадратнеона и к другому. То есть близкие переходят близкие. Это, как называется, это, ну, если страшным языком говорить, это должен быть гомоморфизм групп Ли. Ну, такая, я не буду про это говорить сегодня подробно, что это такое. Но, в общем, это еще и гомеоморфизм между множеством всех поворотов и множеством всех квадратнеонов. Ну, там, не всех вообще, а всех опять будет, как и здесь, длинный один, на самом деле. Итак, задача ясна, да? Мы ищем такие числа. Их очень долго искал Гамильтон. Гамильтон их искал. Когда он их нашел, нет, не так. Я хотел рассказать очень, я хотел рассказать очень такую опасную историю, очень экстремистскую историю. такую, как бы, возмущающую общественный порядок. Дело в том, что он их нашел в пьяном виде. Он не мог их найти очень долго и с горя напился очень сильно и пошел гулять по своему родному городу. Блин, я забыл, какому? Какому? Дублину. Дублину, да? И на мосту, на мосту написал. Нацарапал ключевую формулу для квадратнеонов. Вот, в общем, вот так бывает, что озарение в таком состоянии. Но это ни в коем случае не совет вам, что наукой надо заниматься так именно. Это просто, это такая казусная история. Так вот, он, значит, написал, так, что же он написал? И, Ж, К, равно минус один, написал он. Вот так. Ну, сейчас я еще одну схемку нарисую. Сейчас я буду открывать секреты. Значит, чтобы понять, какие числа нам нужны, нужно первым делом ответить на вопрос, сколько параметров во множестве, ну, вот в этом, значит, в группе, будем говорить уже по-русски, в группе всех вращений сферы, всех вращений относительно всех осей. Сколько в ней параметров? То есть, сколько надо задать, определить, как бы, чисел, чтобы точно лоцировать данный поворот, точно его характеризовать? Ну, вот здесь параметр один, просто угол, правильно? А здесь сколько? По идее два, потому что ось и угол, да? Но есть один момент. Какой? Ось. Ось, это тоже два параметра, не один. Выбор оси, это... Я могу ось пошевелить в двух перпендикулярных, как бы, направлениях, в этом и в том. Поэтому для задания оси тоже требуется два параметра, а для угла один. И получается, на самом деле, ответ три параметра нужно. Три. Но так, если, значит, нужно три параметра, значит, мы на самом деле ищем... Так как мы, как понимаем, да, тоже по аналогии, что вот здесь комплексные числа, они двумерные над вещественными, но я потребовал, чтобы они были длинные один, да, чтобы они повороты задавали. Значит, один параметр был убит. Поэтому если после убийства будет три параметра, значит, исходное должно быть четыре, правда? То есть мы, на самом деле, ищем правила умножения не трехмерных обычных наших векторов. Там, не трехмерных, не знаю, вот этих. 2, 1, 0 как-то умножить на 3, 3, 5 равно какой-то тройке. Не пытаемся даже решать эту задачу. Мы сразу переходим к четырехмерным. Потому что трехмерные нам не зададут то, что нам надо. Но есть еще одна причина. Еще одна причина. Теорема, которую я также не буду сегодня доказывать, потому что она вне основной темы. И вообще потому что я доказательство строго говоря не помню. Она заключается в том, что не существует способа превратить трехмерное пространство в поле или даже в поле без коммутативности. Поле без коммутативности носит страшное название телу. Это чисто математический. Теорема Фрабениуса — это то, какие бывают расширения у вещественных чисел. Да, но здесь спрашивается, как бы... Теорема Фрабениуса — все-таки там дополнительные требования. Там дополнительные требования, что это все на ДР происходит. Или все-таки это прям... Или все-таки я... Ну ладно, в первом приближении это теорема Фрабениуса, но вообще, по-моему, там довольно сильно можно ослабить условия, и все еще не будет существовать этого объекта. В общем, правильно вот... Нормально устроить умножение векторов нельзя. Там не будут выполняться основные требования. Можно устроить векторное произведение. Но там как бы... Там что происходит? Векторное произведение, например, одного вектора на самого себя — это что? Кто знает векторное произведение? Чему равно произведение вектора на самого себя? Векторное произведение. Нулю! Векторное произведение считает площадь параллелограмма между векторами и направляет его в третье измерение. Если они совпадают, то площадь... То есть получается какая-то фигня. С точки зрения алгебры нам это не нравится. Хотя с точки зрения алгебры Ли нам это прекрасно нравится. И действительно все хорошо. Ну ладно. Это я все как бы вбок. А вот теперь мы приходим к тому, что раз нам нужно три измерения после нормализации числа, значит числа будут четырехмерными. Ну а если они будут четырехмерными, то, наверное, мы полагаем, что так же, как комплексные числа были двумерные над R, квотернеоны будут двумерные над C. Итак, Гамильтон написал три единички мнимых, которые линейно независимы друг к другу. О, а у нас еще есть зум? Класс. Чтобы после нормализации модуля к единице осталось три измерения, а не два. А нам нужно как раз три измерения для того, чтобы сфера вращалась, потому что от случая окружности сфера отличается одним измерением, а группа поворотов двумя. То есть число, на самом деле, в терминах Гамильтона будет иметь вид А плюс БИ плюс ЦЖ плюс ДК. И это типичный квотернеон в гамильтоновом смысле. Но есть еще квотернеон в комплексном смысле. И он будет иметь вид З плюс В на Ж. То есть я говорю, что квотернеон — это два комплексных числа. И еще какое-то третье, которое некомплексное. И они связаны между собой. Вот таким равенством. Но и, конечно, тут очень просто установить. Вообще подход вещественный и подход комплексный перекликаются в теории квотернеонов очень сильно. Нужно уметь быстро переходить из одного языка описания в другой. То есть вещественный подход — это значит, что у меня четверка, это обычный четыре вектора. То есть четырехмерное пространство, в нем живут вектора. С точки зрения комплексных, это двумерный над комплексным, это значит два комплексного числа. Но в данном случае переход какой? З равно А плюс ВИ, а W равно, как вы понимаете, С плюс ДЖ. Ну и С плюс ДИ, естественно, какое Ж? Два комплексных числа. Ну и из этого видно, на чем мы настаиваем здесь, что ИЖ равно К. Потому что если я сюда подставлю вот место С плюс ДИ, у меня получится, значит, вот З это А плюс ВИ, А это С плюс ДИ. Значит, А плюс ВИ плюс СЖ плюс ДИЖ. А я хочу написать ДК. Значит, соответственно, я настаиваю, что И умножить на Ж равно К. Ну и вот на самом деле остальные базисные кватернионы ровно так же действуют. А именно, если вы их перемножаете в направлении правильном против часовой стрелки, то знак произведения будет плюс. А вот если вы попытаетесь против часовой стрелки, то знак произведения будет минус. В частности, ИЖ равно К. Можно все это выписать. ИЖ равно К. ЖК равно И. КИ равно Ж. Но при этом ЖИ равно минус К. КЖ равно минус И. ИК равно минус Ж. Вот это правило, 6 правил вместе с единицей и минус единицей дают нам 8 чисел. 8 чисел. которые при умножении друг на друга дают только друг друга. 8 чисел. Плюс-минус 1, плюс-минус И, плюс-минус Ж, плюс-минус К. То есть есть намек на группу. Ну и действительно, это чистая правда, если вы проверите все, так сказать, длинная проверка, но можно проверить, что все выполняется. Эта группа действительно так и называется, группа квотернеонов. конечная группа квотернеонов. Есть 5 не одинаковых, ну то есть не изоморфных, как мы говорим, друг другу. Групп порядка 8. Две из них не коммутативные, три из них коммутативные, то есть в них перестановочные. И вот одна из них, это группа квотернеонов. Вот она здесь нарисована. Но мы-то интересуемся не этой группой, а чем-то большим, а именно пространством всех квотернеонов. И на основе этого пространства мы будем учиться, как, так сказать, как вращать сферу, как вращать пространство. Ну что, давайте, исходя из этих правил игры, выведем, выведем все, что нам надо. То есть превратим квотернеоны в почти поле, то есть в тело. Посмотрим, как происходит умножение и много разных принципов работы с квотернеонами установим. Вычитание это решение вот такого уравнения. Вы согласны? Результат является разностью b-a. Дальше. Деление это решение вот такого уравнения. А если я напишу вот такое уравнение? x равен корень, да? a, t, s, b. А если вот такое? А это уже логарифм. То есть смотрите, как интересно. У нас уже есть такая ситуация. У нас в обычных числах, изучаемых в школе, существует операция возведения в степень, которая не коммутативна. и если вы ее обращаете слева, то у вас это корень. А если справа, то логарифм. То есть как бы тут вот можно сказать, что относительно этой операции это и это два разных деления, если это назвать умножением. Но мы это умножение, естественно, не называем. Это возведение в степень. Но это обратные операции к этой. И они совершенно по-разному выглядят. То же самое с кватернеонами будет. Мы записываем уравнение там q, допустим, q на x равно h или x на q равно h. И получаем два разных совершенно ответа. В одном случае x равно q в минус первый на h, а в другом случае x равно h на q в минус первый. И так как это будут в общем случае разные кватернеоны, то и результат деления слева и справа будет разный. Ну, как бы можно было написать там вот так, а это вот так. Ну, наверное, это как-то ну, криво, да? Неудобно. Лучше уж писать вот так. Деление совсем в явном виде задать как умножение. Умножение на противоположный. На обратный. Вот. Давайте вернемся. Комплексные числа. Как устроено было обратное? Взятие обратного. Что такое z в минус первый? Как мы его записывали в удобной форме? Ну, вот, как бы это сказать, вот не покидая буквы z, не переходя к координатам. С помощью некоторых операций, которые мы... Да, правильно. Мы писали сопряжение делить на... Да. Только, на самом деле, в квадрате. Модуль в квадрате называется нормой. Вот. Он же... Ну... Он же z на z с чертой, да? То есть, в общем-то, понятно, вот здесь, что такое z минус первый. Это один разделить на z. Он же z с чертой делить на z z с чертой. Ну, значит, это z с чертой делить на вещественное число n. Положить на вещественное число. На ноль мы не пытаемся делить. Вот. То есть, мы, как бы, свели... Свели к норме, она же квадрат модуля, она же квадрат длины, да? И сопряжению. Это нам намекает, что мы будем делать сейчас. Мы тоже введем норму и введем сопряжение. Но так как норма определяется, как произведение числа на сопряженное, то, на самом деле, в основе всего лежит сопряжение. И нам просто надо определить, что такое сопряжение для квадрат неонов. Ну, давайте это определим. q сопряженное равно а минус b и минус cg минус dk. Вот и все. То есть, мы его всего туда, все мнимые части, мы обращаемся знаком минус. А вещественное оставляем со знаком плюс. Ну, и целый ряд свойств важных для нас. Например, q равно q сопряженное тогда и только тогда, когда q... Да, принадлежит r. Ничего не содержит, кроме а. q равно минус q сопряженное тогда и только тогда, когда что? Я слышал ответ тихий. Громче. Да, равно нулю. Вот, то есть, q это так называемый чисто мнимый квадрат неон b и плюс cg плюс dk. Чисто мнимый. Я хочу обратить ваше внимание, что чисто мнимый образует трехмерное вещественное пространство. Это важно будет чуть дальше. Чисто мнимый образует. Это не те, которые будут по длине один, но эти будут играть важную роль. Так. Дальше. Теперь, значит, я хочу вывести некоторые правила действия с этими сопряженными. Ну вот, в комплексных числах z, w сопряженные, это что такое? Правильно. Сопряжение является автоморфизмом комплексных чисел. Но в квадрат неонных будет немножко иначе. q1, q2 сопряженная. Ну-ка, кто догадается? Сопряжение является? Нет. С плюсом, но... Подсказку можно? Да. А, подсказку. Очень похоже, но не так. В обратном порядке. Правильно. q2 сопряженная на q1 сопряженная. И вот это, на самом деле, теорема, ну, как бы сказать, такая... Ну, не то, что теорема, это утверждение. Ну, его можно разным способом проверить. Можно, конечно, взять в лоб проверить. Ну, вы представляете, что такое проверить в лоб? Если в комплексной форме, вам нужно научиться умножать. В комплексной форме. Если в вещественной, тут 4 на 4, 16 слагаемых. И здесь 16 слагаемых. Нужно их аккуратно один с другим проверять. Но, в принципе, конечно, можно немножко читнуть. Нам все равно придется, наверное, умножать, их научиться умножать. Просто для общей картины. Как сделать, если у меня здесь вот так. и здесь вот так. Это мы сейчас научимся. Но давайте до того, как мы научимся, давайте я скажу, как можно немножко обмануть вот эти все огромные проверки. Дело в том, что это свойство, как оно имеет билинейную сущность. То есть я имею в виду следующее, что если я подставил вместо Q1 и Q2 любые базисные кватернеоны и проверил всегда так, то и для любых тоже будет. То есть я могу как бы написать кватернеон, разложить его по базису. И этот тоже по базису. Как бы в уме так представить себе, как я это перемножил. И теперь я взял сопряжение. Это сопряжение, это как бы сумма 16 вот таких вот, 16 слагаемых. Каждый из них я пытаюсь сопрячь. И если для каждого из них возникает этот эффект, например, И на К сопряженное, если равно К сопряженное на И сопряженное, и так далее, и так далее, и так далее, то все будет доказано, потому что и там, и там будут одни и те формулы. Поэтому мне на самом деле достаточно доказать для группы кватернеонов конечных вот этих, вот этих из восьми штучек. Но там это легкая проверка. Дело в том, что... Ну, давайте как бы что-нибудь... Ну, вот почему это происходит так? Что такое И умножить на К? Давайте вспомним наш кружок. И, Ж, К. И умножить на К по-часовой или против? По-часовой. По-часовой. Значит, будет минус Ж. Но при этом я беру от него сопряжение. А сопряжение от чисто мнимого кватернеона равно обратному. То есть Ж равно ИК сопряженное. Теперь проверяем. К сопряженное равно минус К. И сопряженное равно минус И. Минус на минус дает плюс, поэтому К умножить на И. И действительно это Ж. Ну, как бы вот так вот для двух проверили. Для остальных там, ну, можно по симметрии сказать, что все то же самое. А если мы вовлекаем единицу, то там вообще все очевидно, потому что там вещественные числа. Коммутируют с кватернеонами любыми. Любые вещественные числа с любыми кватернеонами коммутируют. Вот. То есть не коммутативные, только настоящие кватернеоны друг с другом. Да и то не всегда. Но все-таки мне бы хотелось вывести вот эту формулу, потому что здесь возникает эффект, как комплексное число с этой буковкой Ж, вот как оно коммутирует, что происходит при перестановке. Ну, давайте выведем формулу. Ну, собственно, на самом деле, из того, что мы вот это вывели, мы уже знаем. Дубль В на Ж. Как его сравнить с... Вот как мне Ж перекинуть через дубль В? Вот такой вопрос, да? То есть как Ж перекинуть через дубль В? Вот равно Ж умножить на... На что? Ну, вот оказывается, на самом деле, что на дубль В с чертой. Вот. То есть вот такая будет формула, верно? Ну, это можно, конечно, просто в лоб сделать. То есть А плюс БИ на Ж равно АЖ плюс БК. А, вот. А с другой стороны, Ж на А минус БИ равно АЖ минус БЖИ, то есть А5 плюс БК. Ну, то есть это можно, конечно, просто совсем увидеть. То есть перекидывание Ж-жки через комплексное число оставляет метку наверху комплексного числа, метку сопряжения. И, соответственно, эта формула, она будет выглядеть так. Так, З1, З2 плюс В1, Ж, З2, то есть плюс В1, З2 с чертой Ж. Это я перекинул назад. Плюс З1, дубль В2, Ж. Здесь все подряд шло. Плюс Дубль В1, Ж, дубль В2, Ж. То есть Дубль В1, Дубль В2 с чертой Ж на Ж. Ж на Ж минус единица, поэтому это минус... Да, все эти ИЖ и К в квадрате равны минус единице, как вы, наверное, уже догадались. То есть они все ведут себя как Ишка. Все три. Ну, вот, соответственно, получилась такая формула. То есть формула произведения в комплексной форме имеет вот такой вот вид. Тут кое-где. на вырастали сопряжения. Минус В... Ой, сейчас плюс. Стоп. Что я написал? З1, В2. Ну да, плюс З2 с чертой на В1 и на Ж справа. То есть в форме, когда справа Ж стоит, получается вот такое правило произведения. И это и это комплексные числа. Тоже удобно, в принципе, пользоваться. Тут много таких вот моментов, много формул, которыми удобно пользоваться. Так. Ну что, теперь нам нужно доказать теорему о делении. Ну, точнее, мы сейчас как бы... Значит, теорема заключается в том, что Q умножить на Q... Ну, вот такая первая теорема состоит в том, что Q умножить на Q сопряженное принадлежит R. То есть та же формула, как с комплексными числами, снова верна. Произведение квотерниона на его сопряженной равна вещественному числу. Ну, опять же, я же не буду заниматься тем, что сейчас возьму вот это в лоб. Так, в лоб не будем, напишу. Только запишем. Да, А плюс БИ плюс СЖ плюс ДК. Только запишем вот так вот, да? Вмножить на А минус БИ минус СЖ минус ДК. Значит, утверждается, что это число вещественное. После того, как мы это узнаем, мы поймем, чему оно равно. Сразу. Но вначале давайте поймем, не открывая скобки, чтобы не убеждаться в том, что там все пересокращается, кроме вещественной части. Как это доказать? Смотрите как. Я знаю, что вещественное число это такое, у которого Q сопряженное равно Q. Согласны? Отлично. Q умножить на Q сопряженное. Сопряженное. Сопряженное равно по той формуле Q сопряженное на Q сопряженное. Двойное сопряжение убирается, да, потому что вверх и вниз пошло. Все. Это число сопряженное равно себе же самому. Значит, оно вещественное. Все. А раз вещественное, значит, оно равно... Ну, тут очевидно угадывается, как бы вещественная часть-то очевидно угадывается. А квадрат плюс B квадрат плюс C квадрат плюс D квадрат. Кватернионы, кстати, служат там одним из методов доказательства, что любое число является суммой четырех квадратов, связанной с кватернионами. Потому что все остальные, очевидным образом, все остальные произведения, да, которые я буду брать отсюда какой-то и отсюда какой-то, но не этот, очевидно, нигде не будет ничего вещественного, да? C, G, например, на А, это G на что-то. C, G на BI, это K на что-то. C, G на DK, это I на что-то. И вот, соответственно, вещественная часть может быть только и этой. А эта, очевидно, есть. Поэтому мы уже знаем, что Q с чертой на Q или Q на Q с чертой, они теперь, оказывается, что они одинаковые, раз они дают, ну, одно и то же вещественное, ну, или просто потому, что если поменяете, то вещественная часть та же самая. Вот, то есть Q на Q с чертой, равно Q с чертой на Q, вот вам, значит, два коммутирующих квадернеона, равно А квадрат плюс B квадрат плюс C квадрат плюс D квадрат, и это называется нормой квадернеона Q. Ну, естественно, его модуль равен корню из этой нормы, как раз длина вектора четырехмерного. То есть в чем-то квадратеоны очень сильно похожи на комплексные числа. Но не во всем, потому что они не коммутируют друг с другом. Ну вот, теперь мы можем совершенно четко сказать, чему равно Q в минус первой. Оно, естественно, равно Q с чертой делить на Q с чертой Q, просто потому что, ну, это просто потому что это один разделить на Q, да, левое и правое и обратное, это одинаковые по требованию группы. Ну и в данном случае тоже в лоб проверяется. Вот, то есть 1 разделить на Q, обратный Q, я, конечно, могу умножить на Q с чертой и вверх и вниз, но тогда сразу знаю, то есть это Q с чертой делить на норму Q, ровно как с комплексными числами, то есть А минус БИ минус СЖ минус ДК делим на А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат плюс Д квадрат. Вот формула и получена, и видно, что делить можно всегда. Ну, кроме как на 0. То есть сумма 4 квадратов равна 0 в одном астрономически единственном случае, когда все 4 числа равны 0. Во всех остальных случаях эта формула задает корректно определенное обратное число к квадрнеону. Итого, мы про квадратов все узнали. Это почти поле, то есть все аксиомы, кроме коммутативности умножения, выполнены. Ну и пора, пора из этого извлечь какую-то пользу. А именно, рассмотрим отображение квадратов в себя. По следующей формуле. H переходит в Q. H Q в минус 1. То есть Q H в Q с чертой делить на норму Q, на вещественное число. Вот такое отображение. Я утверждаю, что это движение. Но прежде я должен объяснить, как я измеряю расстояние. Ну, впрочем, понятно, как. По обычной эвклидовой... По эвклидовой метрике просто. То есть корень из суммы квадратов разности координат. Как всегда оно измеряется. Но в данном случае можно так сказать, что измерение расстояний. Расстояние от квадрата неона H1 до H2 равно H1 минус H2. Просто вычтем, да? Получится вектор разности между ними. И вот этот вектор надо измерить. Это и есть расстояние. То есть мы меряем, на самом деле, обычное эвклидовое расстояние в четырехмерном пространстве. Но измеряем его с помощью действий арифметических с квадрата неонами. То есть вычли и измерили норму. То есть корень из, соответственно, H1 минус H2 на H1 с чертой минус H2 с чертой. Вот. И, соответственно, нам еще одно свойство все-таки потребуется. А именно норма произведения двух квадрата неонов. Что бы вы думали? Да. Это тоже теорема, которую на самом деле надо доказывать. Ну, как мы ее докажем? А вот как. Давайте напишу. Потому что... Потому что... Норма Q1, Q2 Это Q1, Q2 умножить на Q1, Q2 сопряженная. Правда? Как мы уже знаем. Норма. Где-то там я говорил, да? Норма. Это произведение сопряженных. Да, но это в комплексах было, но в квадратненных то же самое. Так. И что я делаю с этими сопряженными? Меняем местами. Это Q1, Q2, Q2 с чертой, Q1 с чертой. Внутри возникло вещественное число, коммутирующее с любым квадратненом, равное норме квадратнена Q2. А дальше возникла прямо вот сама собой норма квадратнена Q1, которое тоже вещественное число. Поэтому порядок совершенно не важен. И мы получаем, что это NQ1 на NQ2. То есть произведение норм равно нормой произведения. Произведение. И значит, что... Что тогда? Тогда мы можем утверждать, что вот это отображение движения. Это движение четырехмерного пространства квадратненов. Так как расстояние от QH, Q в минус первый, до QH2, Q в минус первый, равно норме QH1, Q в минус первый, минус QH2, Q в минус первый. Согласны? Норма разности расстояния между двумя квадратненами – это длина вектора квадратнена, который является разностью между ними. Ну, разность мы можем что сделать? По правилам дистрибутивности. Вот так пропустить. Ну, а теперь это N от Q, N от H1 минус H2 и N от Q в минус первый, которая, естественно, равна обратной к N от Q, потому что норма произведения равна произведению норм. Единица равна произведению Q на Q в минус первый, значит, их нормы взаимно обратны. Так как они вещественные числа, здесь всё коммутируют, и остаётся норма этого самого. Только расстояние равно, конечно, корню из нормы. Это ничего не меняет. Ро от H1 до H2. То есть я, в общем, на самом деле построил движение четырёхмерного пространства. Но вы мне спросите, при чём тут сфера? При чём здесь сфера? Ну, хорошо. Это движение оставляет на месте точку 0,0,0,0, нулевой катернион, да? Это значит, что оно трёхмерную сферу, вот ту, которую Перельманов в теореме, да? Трёхмерную сферу гипотезы Пуанкаре оставляет на месте и вращает. А мне нужно вращать двумерную. Что ж такое? Я вас обманываю. Я ввёл катернионы и стал вращать трёхмерную сферу, которая лежит в пространстве катернионов. Нет! Подождите! Всё будет хорошо. Всё будет хорошо на этой доске. Дело в том, что теорема Если h равен b и плюс cg плюс dk, то qhq минус 1 равен тоже b какое-то другое и плюс c другое и плюс dk. Запахло двумерной сферой? Как не запахло? Если мы докажем эту теорему, то у меня трёхмерное пространство, вписанное в четырёхмерное пространство катернионов, вращается внутри себя полностью. Оно является инвариантным подпространством относительно этого. То есть вот прямая в четырёхмерном пространстве и вот перпендикулярное ему трёхмерное пространство, внутри которого лежит наша родная сфера, наш футбольный мячик. И он-то и вращается. То есть мне только надо доказать, что чисто мнимые экваторнионы при этой операции переходят в себя. Тогда всё, тогда я получил вращение и можно уже изучать дальше последние несколько мазков и одна страшная деталь, которую я всё утаиваю и утаиваю. Но пока надо доказать это утверждение. Но мы уже близимся, то есть вы не переживайте, сейчас всё закончится. Через 15 минут лекция будет завершена, точно. Смотрите, как мы это докажем? Мы это докажем так. Какое свойство у чисто мнимых экваторнионов? Где? Вот! Чисто мнимые экваторнионы и только они обладают свойством, что А с чертой равно минус H. И так как нам на входе дают такое, то QHQ в минус первой с чертой равно QHQ с чертой делить на E над Q с чертой. Зачем? Да потому что E над Q мне не мешает, оно вещественное, оно от черты не меняется. Значит, вынесем его пока сюда, чтобы оно нам не мешало. А эта черта, она в обратный порядок сейчас засовывает, правильно? Соответственно, должно возникнуть Q с чертой с чертой, то есть Q, H с чертой и Q с чертой. Ага! H с чертой что? Минус H. Значит, это минус 1 на E над Q. QHQ с чертой, то есть в точности минус QHQ минус 1. Теорема доказана. Звонок даже звенит. То есть мы предъявили то, что сопряженное к числу равно обратное к нему. А у нас есть критерий, что это происходит только для чисто мниевых патернионов. Значит, все хорошо. Видите, у нас было очень мало вычислений. Вообще, если честно, в книгах патернионов огромное количество выкладок. Часто бывает. Я свел их к минимуму. Вот несколько выкладок у меня было, но очень мало реально. Ссылка на билинейность, что-то такое там. Вот. Ну, очень мало выкладок. Но вывод происходит такой, что вот это пространство трехмерное, и в нем, соответственно, сфера, она и вращается. Ну, и даже понятно, какая ось. Как вы думаете, какая ось? Какой кватернион останется на месте при вот таком преобразовании? Вопрос на бис. Q здесь фиксировано. Я ищу такой H, чтобы вот это вот ничего не изменило. Ноль, конечно, но из ненулевых. Единица не лежит в множестве чисто мнимых. На какой? Я вот хочу найти ось. Чтобы найти ось, я должен найти то H, ненулевое, чисто мнимое, которое при этом преобразовании переходит в себя. Смотрите, куда переходит Q. В Q на Q на Q в минус первый. То есть в Q. Все. То есть каждый кватернион вращается вокруг своей собственной оси вот этих мнимых. Значит, только есть одно но. Знаете, какое но? Он-то сам не чисто мнимый. Правда? Он сам не чисто мнимый. Но это не очень страшное но. Почему? Потому что он равен вещественному числу альфа плюс Q с волной, которая уже чисто мнимой. Согласны? А плюс B и G плюс D к. Ну альфа-то тоже остается на месте. Альфа переходит в Q. Альфа Q в минус первый. Это вещественное, поэтому мы его выбрасываем за этот самый и получаем, что альф перешел в альфа. То есть, смотрите, Q переходит в Q, и альфа переходит в альфа. Но значит, чисто мнимая часть тоже переходит в себя. То есть точный ответ будет такой. Рассмотрим любой кватернион, который используется для вращения трехмерного пространства чисто мнимых кватернионов. Рассмотрим его. Он имеет вид альфа плюс чисто мнимый кватернион. Тогда ровно вот это и определяет ось, вокруг которой происходит вращение. Потому что ровно эта, чистая мнимая часть, остается на месте. А теперь момент. Мы хотим, чтобы каждому кватерниону соответствовало некое вращение. Это уже есть. Трехмерная сфера. Вот оно. Мы хотим обратного. Что каждому вращению какой-то кватернион соответствовал. Ну, в принципе, можем придумать. Рассмотрим вращение. Вот это вот зададим как мнимая часть. Ну и целое семейство у меня будет. Да, вот я взял к этой мнимой части, к этому BI плюс CG плюс DK. Взял и стал прибавлять различные вещественные числа. Большие и маленькие. Ловись, рыбка большая и маленькая. Ну и более-менее понятно, что они все как раз вращения... Ну, то есть ясно, что они все вращения относительно этой оси. Ясно, что это как раз разные углы будут. Как раз будут разные углы. То есть как бы я могу подобрать. Но тут вот такая вот маленькая незадача. Дело в том, что Q и αQ дают одно и то же вращение. Правда? Ну и что, спросите вы? Мы же модуль так единицы хотим сделать, да? Числа по модулю 1 будут образовывать трехмерное семейство. Но если модуль равен 1, то это определяет коэффициент α, на который я умножаю. Однозначно или нет? Плюс-минус 1. И вот этот плюс-минус 1 и разрушает всю картину полностью. Аналогию с комплексными числами точнее. То есть все верно, кроме того, что мы не можем избавиться от этого плюс-минус. Иными словами, не существует метода каждому вращению сферы дать один и только один кватернеон длины 1. Так, чтобы при произведении давали произведение. Потому что когда мы выберем, вот допустим я скажу сам себе. Друзья, вот вращение сферы, вот его ось. Вычислил мнимую часть, прибавил там, нашел, какой кватернеон ему соответствует. Нашел два кватернеона, такой и такой. И говорю, ну ладно, ну изобьем на вот этот, будем говорить, что только этот. Так? Изменили немножко вращение. Какое-то другое получилось вращение. У меня получился, значит, близкий кватернеон. Тоже от него нужно, естественно, взять не вот ту противоположную, а вот эту. Но дальше я постепенно вот все близкий, 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 вот так еду, 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 еду. И в конце концов я приеду так, что в какой-то момент окажется, что брать надо минус. То есть, иными словами, выбрать однозначную эту самую не получится. По тем же причинам, по которым не существует корня квадратного из комплексного числа. И это на самом деле прямо вот в точности те же самые причины. Если у меня есть комплексное число, помните, как корень извлекается? Угол пополам и корень из модуля, да? Но только их два таких, такой и такой. Вы скажете, ну что такое? Как-то это странно, ну корень из единицы же равен единицы, а не минус единицы, правда? Ну давайте так и договоримся. Корень из единицы равен единицы. Да? Договорились? Ну тогда корень из чуть-чуть вот больше, чем единицы, чему равен? Вот этому или вот этому? Ну явно вот этому, да? Который ближе. Так, запоминаем, корень из этого равен вот этому. Корень из вот этого будет равен вот этому. Корень из и будет равен вот этому, да? Корень из минус единицы будет как раз равен и, как мы привыкли, да? Корень из минус и будет равен вот этому числу. Эй, брат, это как? А из этого и этому? А из этого-то и этому? А из единицы тогда минус единицы? Опа, не вышло. Нет однозначного корня. Это двузначное отображение. Если мы хотим, чтобы корень был непрерывной функцией числа, то он принципиально принимает два разных значения. И никак нельзя выделить одну ветвь. В точности этот эффект происходит в квотернеонах. Невозможно сопоставить данному вращению один квотернеон, но можно два. В принципе, это очень удобно. Просто каждому вращению соответствует плюс-минус какой-то квотернеон. Произведению соответствует плюс-минус произведения. Потому что если у вас есть плюс-минус Q и плюс-минус Q с волной, то когда вы перемножите их, у вас будет плюс-минус Q с волной. Все четыре варианта станут двумя вариантами, на самом деле. Минус на минус даст плюс. То есть произведению вращения, которое соответствует вот этому, И вращение, которое соответствует вот этому При композиции будут соответствовать Вот этой паре их произведений То есть, в принципе, все нормально, работать можно Только нужно привыкнуть, что оно двузначное Отображение, мы привыкли к однозначным Нам неудобно с двузначными, а здесь двузначные Вот, поэтому Вот, так сказать, действительно Каждому кватернеону соответствует вращение сферы По этому закону Вращение сферы, лежащей внутри чисто мнимых Кватернеонов единичной И произведение соответствует произведению Близким соответствуют близкие Но здесь надо иметь в виду именно парами. Парами. Два, по два каждый раз. Ну и, наверное, неудивительно, вы понимаете, что в результате, когда вы будете менять у данной чисто мнимой части, к ней прибавлять как бы вещественную разной величины, то у вас вращение, оно будет, как бы это точно сказать, в общем, там будет тоже удвоение угла. Ну ладно, это уже тонкости, это в координатах можно увидеть, прям как идет удвоение угла, грубо говоря. Ну вот такая вот наука о вращениях сферы. Вот она, кватернионы, это вращение сферы. Кватернионы единичной длины задают вращение сферы. Ну а дальше как бы более сложных чисел, ну в каком-то смысле их почти не существует. Есть еще так называемые октавы Келли, которые восьмимерные числа, но в них теряется ассоциативность. В них А умножить на Б, а потом на С не всегда равно А умножить на произведение Б и С. Но если 2 только участвует, то равно. То есть А на А на Б равно А на А на Б. Если 2 или меньше, то есть ассоциативность. А если по 3, то нет. Из-за того, что по 2 есть, значит степени все-таки есть. То есть можно сказать, что это степень какого-то элемента. Ну там все очень сложно. Я сам ничего не понимаю там, если честно. Но есть у Арнольда книга. Геометрия комплексных чисел, квадриньонов и октав, по-моему так. И спинов, что-то такое. Ну в общем, поищите примерно вот такие слова по названию. Вот такая небольшая брошюрка. А может быть геометрия квадриньонов, октав и спин. Спинов. Спинов. Спин. Да. Ну вот вроде бы это все, что я хотел рассказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!